Поэт сказал, пьем зайчину и кожную выпью за себе. За наших дедов-прадедов, за детей, за Анатолия к столу. Дагадзил же ты мне, Анатоль, догадзил, як одной чай водою з Днепра напаил. И тепер, скрозь штодённых негод коламуц, путевины мае празгорошков ведуть, депамиж прднепровскіх радзінных раоў засталося земли для обо двух сысоў. Отримаюцца шеў крыжоў, кали шеў над шеў не спаў, абадзецца одно з ножоў. Скажите, столька тут на морелках проходзели ж тады, на Радунице все, да, и выпивали. А е шеў, а як это, беў, пьянки. Так ўже б не газета. И песни певам? Жалобния таке изчаўна. И пашпи, да, и пашпи даже на кладбище. Подпевали? Я ничоу не подпевали. Я ничоу, а кіх ми не знали, як енца. Свято тацтпа ма іхня Бош капнікаецца на алтари. Вот ты говоришь, что ты говоришь, что в школе уже по Беларусски говорили? Да, он с 7 класса. Ты же тоже в Бродище. Я в школе, на каком ему я разговаривал. В одном классе? Да, только он в А, я в Б. В армию когда провожали, вроде по-русски говорю. Да нет. Уже все, он в школе. Он уже в армию, университет кончил, пошел в армию. Я там пропадал, в этом университете. И он же после университета пошел в армию. Ну. Так он уже тогда говорил. Да. Уже в школе начинал говорить. Да, да. Почему у Анатолия такая творчая натура? Потому что у нашей семьи батька и мать так само были, великими творчие такие люди. Батька, он все умел и робить, и петь, и танцевать, и на гитаре играть, на балалайце играть, на гармонии трошки играл. Все любил пригожие. Руки выберут с крышни нож, и тому не по алтаре. Руки выберут с крыши. Руки выберут с крыши. И помирают, что он сказал мне, и моим своякам, хлопцам, говорить, вы тут будете ловить рыбу, а я буду надзирать и давать вам парады. Как бы у вас все трималось. Анатолий так само, как и мой батька, вельми любил Днепро, вельми любил свою речку, он присвещал свои верши. Так само, в любый свой час, когда он приезжал в Горошков, то шмат-шмат вольного часа он пропадал на Днепре. Народился я три года позднее за Анатолий Сеса, батьки все мои роды, мать и батька, и деды, звезды, какие стоят на березе Днепра. Это холмяч, вездка, дворец, потом заспа. Днепро для меня так само была речка, как речка життя, потому что первая наука сябровать, первые пробования життявые, пробования как хлопца, как подлетка, это была рака. Это учиться плавать, учиться на лодце плыть по великой воде, учиться споймать рыбу. Это такая была школа некая, которую проходили в принципе все хлопцы нормальные, которые жили тут в этих вездках. Все скрыжу на врудиах звинять, как вяре идти кайданы, лепш краты не пиловать, выросли гавантрок, яны. Слухай, дядь Кослава, вы же шофером рабили? Только так. Хочется порулить машину теперь. Нет, отказался. Отказались, уже хватит. На заказчик ходит парень, вот я дома моего, поморгая мне глазами и не скажет ничего. Вот так вот. Слухай, а кто его знает, что он моргает? Не знаешь? И не знаем. Ну-ка, что ж ты не знаешь, дай бы спроси в друге, чего он моргает. Спроси про сына, я уже не помню, скажи, я киного знаю, вот Толика, помните? А, Толика башили, вот сеструкались эти, с Толиком, с горошком. Ну, хлопец нормальный был. Хлопец, хлопец, бек, помер. Мог бы жить, аж не начался. Тихок, помер. Я написал верш про его в 2002 годе. Догадил же ты мне, Анатолий, догадил. Вот это верш, святый. И он говорит, что ты тут хопит нам местного помираться. Куда ты собрался помираться? Нам решили жить что-то. Это не верш, это говно, кажется. Я не считаю, что ты писал, что его знают. И он не сварился, так я говорю. Придется, кому хоть раньше помириться. Может, человек и чувствовал, что... Ну, он, может, чувал этого. Спешил жить, вот писал верши по-своему такие. Ну, как вот читаешь, то... Ну, ты его читаешь? Я читала, я как-то сразу я не понимала. Там уж та поверхностно читала. А вот эти книжки ты принес, как-то сидела. Зимой, да ни разу, ни два. Ну, тогда понять можно человека. И я чувствую свою близкую кончину. Беларусь моя, моя могила. Ты ж одна у меня, як есть одна. Абраз гэты намалевал уже после того, як не стала Анатолия. Я его показал, як пакутника. Пакутника такого человека, який комфортно чувствовал тогда, когда писал верши, может. Или чувствовал этот комфорт в соседе, в котором он жив, бо его немары не справдили, что он не увидел. Он не дошел до Беларуси той, про яку он марил. И он завсёди был надзвичай принциповым, в отстоянии своей беларуськости. И он был патриот. И патриот он был своёсобливый. И он не только вот эти местины своеродные вставлял. И, может, не мало его таких творог, связанных с вот этой маленькой, вот этой родимой, своей речицей, своим горошковым. Хотя он завсёди с гонором сгадывал, что я ещё в детинстве, ты сам памятаешь, сбирал чарапки на рэштках вот этих старых курганов, где были, засталися следы милоградской культуры. И, каже, он, я носил это в этом музее. И тогда он уже в той часы уявлял себе и сказал, что я стану поэтом, и мои верши будут надрукованы в школьной программе. Он всегда был подтянут. Допустим, очень чисто всегда одевался, аккуратно. Вот такой он был именно собран, модный парень, как тогда говорили. Но в Вёрстке не все так могли позволить себе. Розные были. Нет. А он был аккуратный. Аккуратен был. Аккуратен был. Вот. И со всеми он дружил. Но, вы знаете, всегда отставил свою позицию. Вот всегда, во всех делах он отставил свою позицию. И бывало споров с наставником? И споров, да, да, бывало. Девчаток не было у таких прихильных, там, школьных годов? Не заважали вы? У него была влюблённость нашу, у Хилю, Екатерину Васильевну. А что она выкладывала? Литературу тоже. Молодая была? Молодая. Это было за важно, что она... Да, и даже сам говорил ей. Я вот окончу институт и женюсь на вас. На вас. На вас, сказал ты? Да, да. Наш Толя сыс. Родила починается с женщиной. Я это чувствовал, а уразуметь, еще не мог. Детям еще по улучшению. Капхору и матуле отогреть. И разом с дёй до поздней агадзины мы слухали тревожный крыгалом. Бо все же мы живем на родце, на Днепры. Не ведал я, что грел тогда родимым. И не подманным, а живым огнем. Яка у нас может быть память? Ну, ось по крупицах, калли ему рабили помни, собирались. И ваша школа. Хоть это, да, такие гроши, невеликие гроши, но поглядите. Были переданы Тамаре Тихоновне 6 мая 2006 года. В школе тоже свою участку нет. Да вот, Лев, хоть крупица, это капля. И все так сбирались. Батюшка в церкве, а мать и в поле. Тата на Днепры голос сорвал. А я у родной хате тихо доли с крыжам быцам цацкаю гулял. Это Тамара, мать ваша, так? Мать. Это она в Минску? Да. Это калюбло. На 30 годе Анатоле. Скажите, после этой вечерины, славуты, она все таки генеальны? Не. Она оставилась как и стоять ранее. Как до сына. Как любила его. Да. Только вот, как на улице, но еще до 30 годы она говорила мой Анатолий, таки пригожий, таки пригожий. Им так вот, гонорилась. Але вот она разумела, что нужен поэт, калюд, опошние годы? Ну, я бы не сказала, что она так уже усведомляла. Чтобы усведомить, у всего этого треба было разуметь поэзию. А его верши были вельми тяжкие. Я сама не могла читать его верши. И все, весь час спросила Толя, ну, напиши что-нибудь такое вот. Да, греческое душевное, так и кажется. такое вот для души, такое светлое, такое вот, что прочитал и добро стало. Напиши про наше детинство, как было нам добро всем, как мы там гуляли, про наш ветер, про наш городок. Напиши что-нибудь светлое, пригожее такое. А ей засталось все без отказа. Я не мог писать такое. Что я тебе буду писать? Розы-бе-розы? Волшим, верстим, желтым, золотым, ведрам, 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 ходить, chodzi, chodzi, полем вечность, вечность пчелы, пчелы, галаш, мачек, мачек, в оочи, Я вот бывало еду засту, прозорожку, хата зачинята. Только есть где-то тут, где, на городку. Вот, короче, солдаты стояли тут. Их даже копов не было, вот парили. Мы в футбол гуляли, так естественно старались, чтобы поле было чистое. И тут было всегда молодежь, солдаты со своей территорией. И вокруг глядели, и мы. Ну и тут дня вели, дневали и ночевали. А потом приехали уже экскаваторы, там машины копать. И он заметил эти жеробки, поехал, я не знаю, куда он ездил. Запросил им, короче, копать. Раз, тогда второй, и они еще одно приехали. Второй раз, третий раз. Начали раскопки вести, и он понаходил там богато. Это и он добивался. И он только и он. И он нас сохранил, кажа, свой городок. Топтали поле валуны. Паим качались со смехом. Нибы вялизные збаны. Нибы гигантские гарэхи. А у небе голоси уже у рук. И усим, кто чул его хаутуры, займала дых, займала дух, праймала от души до скуры. Был синий млен, став черный млен, як дьяблы валуны рахтали. И поле жалруковый дом. Ежу, и святковали, купали. На том месте, где тишка в пляже, побачь, на Добреом Днепра. Собирались великой командой, 20-30 человек. Одночий я туда потрапил до них, а ледоранецы не вытримал. Добрый день. Як сегодня рыбалка. Ничего? А, мы тут уже одной, тоже рыбу ловили. И з горошка, он Анатолий сыстакий, мы, может, чули тишка. Ну, это мы про его тут тоже говорим. Ну, сядели тут не так, як вудками, як это, ну, крыгой трохи. Ну, глядим, синий шнурок. Вот, трошки там далей, вот, где той рыбак сидит, из воды. Ну, может, сетек вы поставите, что? Тянем такая здоровенная сетка, капронного пива, бутылок 30. Ну, и чужой, я знаю. Стояли, глядели, глядели, нидея, никого нема. О-о-о, это доброе, это мы, мы наговорили. Вот, и мы стояли, глядели, снова крыгу затянули. Никто нигде. Ну, докторик, говорится, тоже. Ну, уж поймали, так надо поделиться, говорится. Все не забрали, взяли три бутылки, все, назад заболтят пиво в воду, сели, выпили. Вот наша рыбалка такая, знайшли пиво, выловили из воды. Такая история. Так это уже плотачка нормальная. Мой Днепро, тры тысячи годов кости крутить у верох барвовых, Аж дасюль бруится зрана у кров на ягоных змученных раменах. Мроятся адвечные веры, людям с берагов и птушкам с неба, Бытцам бавилонскія муры, плащаніцах в облачнага зареб'я. Ну, а у юшку ягоную каштовала, запрашав не? Мы тут, вон, на улице и варили. И варили тут? Варили тут. Варили. Другий раз фотографии разглядываешь, так, конечно, интересно. Есть, что вспомнить. Вельми любил детей, особенно мою меньшую девочку, Таню. И нянчил. Корова у них была, учетки Маруси. Приходила по молоку, и он чаем паил, и молоком. Читал веш? Читал. Читал так само? Читал. А слухали? Все розумеет? Конечно, мне самое более понравилось. А я помню, як мене христили, як папа у гостя запросили, потім ели, пили. И мене маленького згубили. Да, под дубовой лавой крыш згубили. Вот это мене нравилось. У нас весь сад и весь двор был в шпаковнях, и потім ешча батька нам завел козлика маленького. Малюсенького козлика принес от кульсти. И той козлик рос у хати вместе с нами. А потім подрос, уже козлом становился. И як бабы идуть в церкву, и он бежит сзади. И врагами, бабам. Я не знаю, что за ними козлик бежит. А потім козлика, уже батька кудись не ведает, куда он его... А нам сказало, что я на теку. Сколько себе помню, столько сад. Так он уже был тогда, да? Я был уже... Я вось груши ведаю такими великими, як и теперь. А вось теперь он распивался на гатое древо. Ага. Я покажу дупло дятла. А, ой оно. Вось оно, вось. Соправдное дупло. Там он перки. Да усьо у них до соправданное днепло. Вы кидывать не будете, гэтую память, нет? Нет, гэтую память мы поставили под навес, каб дождь не замочил. Ну, вермитик. Ну, и кабы все люди ведали, что у Толи было древо такое. Соправдно и дятел выдел, саби, домика саби зарабил. И дятел, який его будил пораницою. Что там было? Было смешное, конечно. И говорить слова такие. Да, ну, давайте, давайте. Это ж все-таки цікаво. Ну, было лето. И приехала сюда Лариса Романова до Анатолия. Ну, и они тут вечер сидели на лавце. До них пришли много сабров, суседев молодых. Как завсюды. Как завсюды. И они тут долго гуляли. И гуляли, а малю, всю ночь. Ну, ось так. А потом уже стишилась. А дятел сидит на древе и дзевбе. Дзевбе, дзевбе, дзевбе. Да, тишиня такая, раницы, где-то пять годинов раницы. И тут раптом высовывается Анатолева голова у фортку. А древе вон там стояло, на конце порисадника. И кричит. Дятел, я тебе сказал, не дзевбе. Дятел, не дзевбе. Не дзевбе. Лариса спит. Не дзевбе. И так разутрю он высовывся и говорю, дятел, не дзевбе. А дятел, дзевбе. Потом голова высовывается и кричит. Дзевбе. Добайок. Я тебе сказал, Лариса спит. Не дзевбе. А в этот час чуется голос с улицы. А ты, рыв майок, выходь и будем похмеляться. Ну, а после этих слов чуется только голос. Лариса, Лариса, я захворел, Ларисин голос. А на что ты захворел, Анатоль? Я захворел на голову. За мной дятел размовляет. Город Гомель, это не только городу, який он учился. Это город, який дал штуршок для его дальнейшего життя и его нетворчатки. Гэта истяжынаю, што дня я ходил на занятки в университет. З интерната ки знаходится за спиною. Там, дзе разом со мной жив и Анатоль сыс. Што ранецы, мы бегали на занятки. По территории былых могилок, якие поздней зарабили парком. Тут мы сядали, читали книжки, размовляли, полили цигареты. А часом некто из нас и выпивал. Анатоль тогда не баловался алкоголем. И когда тут стоял неколий пивбар, яким любили выпить бокал пива студенты, Анатоль никогда, никогда он не хотел пить. И нават мне одно, что примусило говорить, не ходите в этот пивбар за этим пивом. Пошли лепшу книгарню, поглядим, якие книжки. Он был несерьезным на той час. И мне сдавалось, по этому взросле, он намного наших ровесников, своих молодейших сябров, перезыходил с этой начитанностью, интеллектом, эрудицией. Але, как называл эти студентские годы, себе сыном, братом, Богдановича, Купалы, я особисто не чувствовал. Ну, цену, цену себе веду. Але, мне сдается, что у него уже тут выспевала якраз тая поэзия, которая поздней полно выявится в Минску, с первого сборничка «Агмень», позднейших по-английски книгах и по-смиротных выданиях полно, что он уже отчувал серьезное ставлення, и это серьезно выявлялось до поэзии, до родка, до слова. Ну, я завсёды згадываю такую приповесть про тое, як ночью, пасля 23 годзин, до загадчика кафедры, это значит, до меня приходить Анатоль Сыс, и так говорить, Иван Фёдорович, вы рецензент моей дипломной работы. Я кажу, ну, добро, а коли оборона? И он каже, завтра. Я так поглядев, ну, думай, добро, прочитаю за ночь. А он каже, о, я бачу, у вас колеровый телевизор, так, может, дозвольте мне покуль поглядеть футбол, чемпионат света, а вы покуль почитайте мою дипломную работу. Вот у гэтым проявляется такая его поэт, они поэты всем, крыхуя, кажут ненормальные. Вот это такая, вот бачу, такая кипучая энергия. Поэты-то лад життя, поэты-то не только той, кто пишет верши. Я не може быть поэтом себе вести и в оденни, и в манер, и триматься, и в поводинах. И он разностайный, и он застался поэтом, и до конца он был бы поэтом. А коли вы его последний раз бачили? На вечер встречу выпускников, это им было уже 30 лет после школы, вот это последний раз наша была встреча. И кем он был, яка запомнюсь вам. Он много хотел, что мне рассказать, очень много. Показывал свой последний сборник, стиху. Потом начал что-то жаловаться на жизнь, что она не сложилась у него полностью, как бы хотелось бы ему. Вот это вот. Вечность пчоу, 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 джаляйць маці, маці, бочи. А что как стекают слезы, слезы. Вот только любил про его же речи, разные такие, страдавни, агжичные. Откуда его это привелося? Ну вот лямпа его была старая, так, про которую он писал в Минску. Так? Ну. Откуда это он привелося? Вот иди на нашу батьку на мотоцикле. Так самое батьку. Франт тоже. Франт. Да. Батька был франтом. Мы стояли с вами. Затумывали. Ну, скажите уже, что тут? Ну вот это покой, у яким приезжал Анатоль из Минска и не жил. А вот этот портрет вот... Это намалевал Олесь Квятковский. И он в тим годе приезжал со своей женкой, и тут неделю жили. И привезли бы с этой картиной. А малявал Олесь Квятковский, что я к Толе бы уже выйти? Не. Только теперь. Толе тут подобный на себе? Подобный. Характер его бачный? Так самое самотный он тут. Самотный. Самота великая в очах. Великая. У этой краине не маю я дому. Вось в облако сяду и у свет полячу. Над этой гаморой, над этим садомом. Ни грошей, ни славы, я воли хочу. Любил, коли была непогода. На больнице, ветер, дождь. Я любил высунуть голову в форточку и слухать дождевую тишиню. Элегия. А я говорю гармония, Элегия. Олесь Сальникова. Присвечивается поэту Анатолию Сысу. Так, специально для Толи моливал. И называется она Элегия, так? Да. А я все ей говорю гармонию. Ну, Анатолий называл ее... А, я называл музой. Музой. Коли отъезжал до Минска, то забирал с собой. Приезжал из Минска, привозил с собой. А в опошний час эту картину я не забрал. И вернулся уже не живой. Коли б Анатолий Сыс прожил на ваты боли, он уже на врате сделав бы что-нибудь больше якосное. Мне, когда Олеся Дамович перед самой смертью сказал так. Написать колькоснайше могу, якоснанне. Он не хотел повторяться. Он не хотел быть слабей тех вершин, которые я дал, тримать вот этот узровень. А в этот узровень тяжко давался. Вот это, как нацятая струна, он себя тшувал помеж тем идеалам и помеж тем, что он может сегодня вырошить. И тому он замолкал. И замолкал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»